здравствуйте меня зовут александрина можно коротко просто алика меня так и будет называть кирилл андреевич это будет будет это преподаватель кафедры инновации инвестиций казанского федерального университета все так или вы что-то еще о себе дополнить ты мне кажется должна была сказать наставник и любимый преподаватель вот тогда бы это было полным представлением но если ты хочешь меня представить с точки зрения бэкграунда дату давай я наверно сам это сделаю у меня порядка наверное уже больше 17 лет опыта консалтинговых проектов это что-то порядка 50 крупных консалтинговых проектов с крупными компаниями российскими типа русгидро интерау рассадом и так далее именно в области управленческого консалтинга у меня в какой-то момент работал именно в около правительственных организациях которые занимались реформированием инновационной системы в стране национальной инновационной системы а потом я так устал возвращаться из командировок из москвы сюда в казань что в какой-то момент ну прям просто вот реально устал когда ты год летаешь по выходным каждую субботу воскресенье сюда к семье и я вернулся сюда в университет где начал писать кандидатскую диссертацию и пока здесь остался случилось это в шестнадцатом году то есть вот уже последний получается 8 лет я в казанском федеральном университете на кафедре инновации инвестиций то есть преподаю но кроме преподавания то есть чуть чуть что пришел туда у нас еще есть такая прикольная штука которая называется проектный офис это проектный офис хорошо ты красиво улыбаешься но я понимаю что улыбаешься ты потому что знаю конечно же на зрители которые смотрят они они-то еще не знают всей сермяжной правды это внутренняя структура которая занимается сопровождением студенческих проектов студенческие проекты которые называются стартапы стартапы потому что это инициатива одного человека или команды который имеет шанс вырасти в полномасштабный бизнес вот такая вот классная история именно этим мы занимаемся а бэкграунд который у меня есть консалтинговые работы в аналитике кроме того работы трекером я являюсь трекером то есть по сути тот же самый человек который сопровождает проектные команды но только не студенческие а команды предприниматели чиновников так далее и трекером я являюсь по университету 2035 и на полису рыбаков фонду есть такой очень интересный дяденька у нас который запускает предпринимательские программы вот и соответственно по сути вот весь этот опыт я вместе с моими коллегами с кафедрой новации инвестиций переносим на то чтобы сопровождать на проекты наших ребяток и тут ты меня должна спросить а зачем это все надо для андреевич прошу и сейчас спроси во первых просто прекрасное представление я бы так не смогла представить тут ты должна сказать что кирилл андреевич является наставником по стартапу который я веду им про это мы вам обязательно расскажем на сейчас а потом но чуть попозже сейчас наверное мы больше поговорим про то зачем вы занимаетесь студенческими стартапами что это вам дает когда вы начали в чем же главная вот цель что смотри я тебе расскажу с двух позиций зачем это может быть ребятам тем кто участвует во все зачем это может быть нужно тебе и зачем это нужно мне потому что но как бы в любом таком около менеджерском деле важно послушать разные стороны на зачем это нужно ребятам вот у меня есть такая утрированная фраза что менеджменту нельзя научить казалось бы то есть твой диплом бакалавра это нолик спасибо не совсем так так вот это не совсем так а что же на самом деле вот мне кажется и мое твердое убеждение что когда ты чисто в теории менеджмента да то это очень далеко от практики поэтому когда ты или твои сокурсники находятся на третьем четвертом курсе очень важно либо что было у них параллельное место работы стажировки до частичного совместительства либо свой собственный проект какой-то может быть разработки чего-то может быть даже торговли да может быть они где-то что-то кому-то вместе с командой делают помогает неважно но только в этом случае есть шанс что то что происходит в реальной жизни она пометчится с тем что ну то есть свяжется с тем что происходит здесь на парах в лекционных аудитории да я перебью сказал что это действительно так потому что это не камень в огород к фу а в том что действительно когда есть свой проект вы учитесь применять ту теорию именно сразу же на практике это вообще по-другому усваивается совсем по-другому начинаешь смотреть на эти вещи ты думаешь да зачем мне эти там маркса всякие а потом смотришь и думаешь а действительно что-то из тех из той теории пригождается и можно разные пути искать решения они есть и этому как раз таки это и учит ну и как бы вот твой отзыв он вот не один такой потому что ну вот помнишь альберт это проект по распознаванию эмоций да то есть очень старательный очень такой прагматичный молодой человек который все пары посещает и он очень въедливый что произошло в проекте когда он начал увести он во первых выиграл грант студенческий стартап то есть это грант это деньги которые дает государство на реализацию своего проекта он должен был там разработать приложение по распознаванию эмоций сейчас без подробностей да что произошло он начал ходить кирилл андреевич а как нарисовать бюджет как сделать бюджет проекта это к тебя только что на парах этому учили не я вот другой предмет просто только что в этом семестре был так был я на него ходил ягод уже перед вами зашел позашу позадавал вопросы и к вам за позадаю вопрос когда реально ты распоряжаешься своими деньгами деньгами которые имеют к тебе непосредственно к твоему проекту отношения ты совсем по-другому этот на этот бюджет на финансовый план смотришь это совсем абсолютно другая история и ты начинаешь глубже на порядке разбираться поэтому смысл для ребят да в том чтобы во время учебы прикоснуться к реальной деятельности к реальной практике и вот этот вот проектный офис да он помогает ребятам сформулировать идеи что далеко не у всех есть идеи или они какие-то размытые он помогает эту идею описать с разных сторон а есть определенные правила того как описывать проектную идею так чтобы понять как дальше ее реализовывать дальше есть определенные варианты привлечения финансирования даже на ранних стадиях когда только только идея есть на тот же самый который мы с тобой ну и ладно я хорошо болтал я твои улыбки я вспоминал конкурс студенческий стартап это всероссийский конкурс фонда содействия инновациям который раздает студентам гранты в размере 1 миллиона рублей на реализацию проекта и это не единственный источник получения денег для проекта более того и ты же посещала мои пары и помнишь что я всегда говорю какая самая частая отмазка у людей чего-то не делать проектного или в бизнесе нет денег ну я накоплю я может быть заработаю или как-то найду и вот тогда уже конечно так вот я всегда на пары нет отсутствие денег это не проблема это всегда задача денег много разных для разных стадий идей для разной квалификации для разных категорий физических лиц студентов аспирантов юридических лиц только созданных юридических лиц давно функционирующих денег реально много дефицит людей у которых все в порядке с формулированием идеи проектов развития командами таких людей ну и самими идеями чтобы они были адекватные немножко тоже проект пообсуждаем но мне кажется сейчас именно хорошо помогает государство республика в плане таких грантов которые на безвозмездной основе выдаются и в этом году численность увеличилась во много раз и это действительно хороший шанс чтобы попробовать не факт что получится не факт что тебе понравится не факт что она взлетит сразу но это вообще отличная возможность зритель него от контекста поэтому как я тебя перебью и задам тела пара алик а получила ли ты такой грант получила вот в прошлом году мы получили 1 миллион от фонда содействия инновация на которой собственно реализовали проект в чем заключается суть проект фибоначчи вот кстати у меня даже на футболочке здесь написано я подготовилась видите как это проект по автоматическому созданию презентаций по автоматическому созданию презентаций из текста или темы за несколько минут всего с помощью искусственного интеллекта это сервис или у нас еще есть телеграм-бот телеграм-бот или сайт куда вы можете вставить свои лекции так очень интересны без сарказм и за две минуты сгенерировать презентацию для нескольких целей чтобы вам было как помощь чтобы вы не сбили чтобы у вас было куда смотреть подсматривать и второе это как артефакт для студентов то есть у них что-то остается после вашего курса и они с этим потом работают это первый сценарий второй сценарий на который мы больше опираемся это конечно же студенты наши боли это делать презентации на каждую пару каждую неделю тратить на это несколько часов сначала придумывать текст потом искать картинки потом подбирать шаблон короче на каком-то этапе нас это нам это надоело мы придумали такой сервис с шарик но подожди вот мы же только что с тобой вспоминали чтобы ты студент уже бакалавр менеджмент то есть по моему не программист как сервис сделал с помощью моей команды прекрасной команды которая которая по пути разваливалась собиралась заново и это прям шло в несколько итераций то есть разработчики разработчиков которые писали код и само приложение мы нашли практически сразу тоже с нашего университета то есть с и тиса вот два студента один с первого курса был один со второго я помню эту историю когда тогда тебе закинули ищем разработчиков так вот во втором здании их куча я за да и вы тогда садователь максу на руфович вы солисты тогда спасибо за идею нарисовали плакат что мы в активном поиске и внизу писали разработчиков да и тогда набрали вот первую вашу команду который собственно основу все сделали и которая там мало-мальски уже работала мы могли это уже проверять на пользователях то есть им сами генерировать презентации они говорили что им нравится что им не нравится и мы в процессе уже улучшали потом мы поняли что студенты не настолько опытные нам нужно переходить уже на новый уровень чтобы это чтобы выходить в рынок то есть мы подтвердили нашу гипотезу о том что продукт нужен и следующим шагом мы выходим на рынок для того чтобы выйти на рынок нам нужен уже устойчивый продукт для этого мы наняли уже более опытных разработчиков которые собственно сейчас и разрабатывают собственно для этого нужен был грант для того чтобы привлечь опытных разработчиков хочу разработчики сами такой проект не сделать это там зачем твоя роль в проекте вопрос действительно иногда думаю зачем я там если там все хорошо и так без меня нет на самом деле я разрабатывала не одна эту идею мы с моей одногруппницы подругой алисой придумали данную идею и стояли у истоков именно нами была задействована менеджерская часть на которых мы учились собственно разработчики не всегда у них есть классные идеи но кто-то не хочет реализовывать кто-то хочет просто писать код смотри вот давай здесь вот эту важную штуку от фиксируем за она заключается следующим что конечно разработчики могут много что сделать безусловно но вопрос не в том чтобы что-то сделать а сделать что-то как ты говоришь в твоих терминах интересно рынку если это попытаться как-то расшифровывать чтобы этот сервис приложение или не важно решение если мы не говорим про эти проекты чтоб был покупатель или клиент на вот это самое решение а вот это к сожалению программисты не всегда далеко не всегда умеют делать это действительно менеджерские компетенции связаны с тем понять кто твой клиент какие интересы у твоего клиента что ему конкретно нужно и самое главное если мы рассматриваем этот проект как бизнес проект является этот клиент платежеспособным или нет это очень важная история для любого бизнес проекта понимать кто твой клиент и складывается ли экономика проектов если это не благотворительный не социальный проект да даже если это он там все равно есть своя экономика до любой проект по химии по не знаю организации каких-то мероприятий по разработке какого-то устройства по созданию не знаю какого лекарства в любом проекте есть своя экономика эту экономика нужно считать и что самое интересное самое наверное крутое в ну назовем это профессии менеджера или но вот в моей субпрофессии трекера да что мои компетенции в общем-то они позволяют не подсказывать разным командам то есть я помогал и госчиновникам по финансовой модели их проекта и ребятам которые делают реабилитационные центры для зависимых и ребятам которые разрабатывают лекарства и вам которые разрабатывают айтишные проекты то есть вот эта вот упаковка менеджерская она является достаточно универсальной вот именно но как это я же резюмирую тебя резюме такое что ваша роль в команде или роль руководителя команды да она заключается в том как раз чтобы вот эту историю скажем так вывозить сказали зачем это нужно студентам да а зачем ты меня молодец что вернула к моей структуре мы сейчас действительно обсудили только половину ответа зачем это может быть нужно студентам да и полезно да и теперь вторая часть ответа зачем это нужно мне смотри у меня передо мной вот прям как образ такой есть стоит того что я хочу сделать то что мы хотим сделать в нашем институте управления экономики финансов этот образ он близок к образу стэнфорда причем у меня такой стэнфорд как хогвартс почти то есть это именно образ то есть это не конкретный стэнфорд это образ который складывается из следующих вещей во первых крутое образование что у нас практически есть во вторых крутые выпускники которые делают крутые проекты и более того в стэнфорде если мы возьмем самое большое количество выпускников миллиардеров и более того большое количество еще проектов которые сделаны выпускниками стэнфорда совместно с преподавателями например проект курсера фактически один из таких проектов курсера знаменитая тех образовательная платформа на во всем мире которую недавно привлекла по моему по и полмиллиарда долларов денег на последнем выпуске акции то есть крупная интересная история крутая вот у меня образ такой мне хочется чтобы наши выпускники были крутые мне хочется чтобы у них были крутые проекты и более того мне хочется чтобы преподаватели нашего университета к этому имели непосредственное прямое отношение что подтверждает их компетенции да и что является наглядным таким вот визуальным что ли результатом их деятельности более того это не какая-то супер уникальная история история стартап как диплом она широко достаточно распространена у нас сейчас в россии нам во многих вузов в том числе в нашем казанском федеральном университете пробуют реализовать свой диплом или свой вкр да именно формате стартап как диплом вот то есть когда ты реализовывал какой-то проект в идеале довел его до каких-то первых продаж первого коммерческого результата возможно при этом еще создал юридическую оболочку ну читай юридическое лицо которое управляет вот этим вот стартап ну то есть вот идеальный образ он какой-то такой но уже сразу из этой постановки понятно что эта история непростая во вторых тот вопрос который я же тебе парочку вопросов хотел задать один я задал вопрос что ж ты делаешь а второй вопрос должен быть а что я делаю вот чем как бы я и команда проектной офисы тебе помогал вот у тебя какая рефлексия на эту тему что для тебя было важным то есть давай так отмотаем твоему проекту который называется фибоначчи про который ты рассказывала сейчас примерно сколько год года год если брать вот этот год что какую помощь поддержку сопровождение с нашей стороны ты считаешь важный на первом этапе это колоссально важно просто я не знаю как это измерить просто потому что когда мы в первый раз пробуем запустить проект тем более стартап что в разы сложнее непонятнее интереснее в то же время то естественно нам нужно понимать куда мы идем как мы идем и нас есть идея но не понимание как ее довести до реализации с этим конечно же вы помогли сразу в первую очередь то есть ну как у нас происходит мы все вместе собираемся раз в неделю обсуждаем что мы делали на прошлой неделе обсуждаем что мы будем делать на следующей неделе чтобы у нас были результаты уже чтобы мы не стояли на месте а что-то делали соответственно шаг за шагом мы пришли к тому что разрабатывали проект в начале сам это играет важную роль потому что есть страхи есть сомнения о том что получится не получится здесь я думаю проектный офис ну и вы как наставник играете с двух сторон во первых это техническая скажем так как разрабатывать как создавать а вторая это наверное больше психологическое чтобы все страхи все сомнения не развелись чтобы сказали все хорошо как в один раз сказали плохо это когда руки или ноги нет у вас еще все нормально им таки ну ладно значит у нас все нормально вот это мы запомнили и каждый раз когда нам было плохо мы таки ну бывает и похоже у нас еще все нормально а тут я тоже свою перебивочку тебе добавлю да то есть как бы пинательная система раз в неделю она как бы подкрепляется как раз видением какие этапы жизни должен проходить проект или стартап да это синонимы в данном случае на начальных стадиях эти этап они в общем-то одни и те же то есть когда у тебя только идея ты эту идея должен детализировать то есть описать с разных сторон есть определенная как бы структура как это описать ты эту идею должен проверить то есть если у этой идеи пользователь клиент это тоже делается по-разному до разными способами ты это должен сформулировать в виде бизнес-модели как твоя идея если она получится вдруг и реализуется как она начнет генерировать денежный поток да это действительно классические такие типовые что ли стадии которые проходят любой проект а в том числе стартапы в том числе стартапы которые делают студенты вот и моя задача здесь как там наставника трекера или руководителя проектного офиса вас по вот этим этапам последовательно вести до что вы не зависали до что если как бы какой-то информации не на не нашли до помочь вам подсказать где ее искать если вы что-то собрали много всего результатов интервью помочь вот это все проинтерпретировать да почему это еще важно следовать данной структуре потому что много кто ей не следует и естественно тут мы идем в статистику провалов стартапов где там сколько 10 9 из 10 проваливаются или какая там разная статистика есть но вы какой придерживайтесь смотри давай поднимемся как бы или опустимся не знаю сначала с нашей статистики потом на общемировую да вот у нас то есть вот проект нофис он фактически функционирует третий год то есть два года вот этот вот год третий за эти три года у нас наверное больше двух десятков проектов было проекты команды абсолютно разные есть проектные команды которые сейчас на старте там пока один человек даже пока команды нет есть проектные команды или были проектные команды где порядка 11 12 человек там правда ну как бы тоже потом они как-то что-то происходило в их жизни но неважно нам из этих чуть больше двух десятков проектов нас за эти три года 10 проектов получили гранты конкурса студенческий стартап по миллиону то есть примерно 50 процентов и сейчас один из этих проектов это уже наши выпускники которые уже закончили в прошлом году наш бакалавриат по менеджменту они привлекли частные инвестиции к своему проекту это приложение по записи в частной клинике она называется здоровая я ее можно в веб-сторе скачать и так далее вот вот такая вот статистика если мы возьмем международную статистику то надо классическая заключается примерно в том что из сотни проектов скажем так десяток тире два десятка они выйдут на рынок рынок да они подтвердят гипотезу и вы выйдут на какую-то окупаемость вот а уже из этих проектов из сотни проектов один начнет генерировать стабильный денежный поток станет миллионером а из этой сотни проектов лишь пошла матрешечка да тоже примерно один может стать тем кого называют единорогом то есть эта компания которая оценивается в миллиард долларов больше вот примерно такая история поэтому как бы тут ты мне должна задать вопрос кирилл андреевич так стартапы же это супер рисковое дело вон какая статистика матрешкой зачем туда ходить реально зачем вот отвечаю внимание ответ отвечает кирилл андреевич да у меня свою версию скажу да смотри с точки зрения человека участвующего в стартапе на мой взгляд это всегда опыт имеет значение качество это опыт одно дело когда ты с друзьями делаешь какой-то проект в надежде что вы привлечете миллионы пользователей станете звездами другое качество когда у тебя есть возможность у кого-то спросить совет то именно поэтому не только в нашем университете сейчас возникают разные акселераторы то есть программы или структуры которые поддерживают такие проекты они есть на государственном на федеральном уровне они есть в регионах они есть в отдельных организациях да и достаточно много то есть тем стартапов проектов сейчас очень популярны и поэтому имеет значение вот это вот качество опыта который ты получаешь но для меня в первую очередь это именно опыт то есть ты себя как руководитель стартапа проекта или член команды пробуешь но по сути в предпринимательстве в развитии какой-то идеи и ну для меня достаточно логично что да ты должен в эту идею верить что она либо поменяет мир к лучшему либо позволит заработать миллионы либо как-то изменит этот мир но вот разные могут быть здесь варианты и мне кажется что это очень как бы классная такая история получить опыт и проверить свои компетенции как такого предпринимателя бизнесмена но и в конечном итоге а чё бы ну не попробовать поменять этот мир к лучшему это не самая плохая мотивация между прочим да вообще классно но вот хотим поменять мир чтобы они не тратили кучу часов на задание презентации это вообще мне кажется это наша миссия такая вот в чем же мое видение данной истории в том что я согласна полностью что это опыт я здесь прям тысячу плюсов ставлю к этому человек и тысячу лайков да во первых это опыт здесь ты проходишь через всевозможные наверное нет не все уж возможно но через ряд задач с которыми ты сталкиваешься это формирует во-первых сама организацию потому что как руководитель проекта тебя никто не подпины вот если конечно наставника нет но тоже не всегда получается про самодисциплину про умение наверное верить им не только самому мотивироваться но и мотивировать других команду в то что то что мы делаем это реально важно нужно это может занять какое-то долгое время но результат которым мы идем или путь которым мы идем самурая нет цели только путь только путь да это то что нами движет и тот опыт ту рефлексию которую мы получаем через прохождение данных этапов просто в миллион раз круче чем работая там например на работе ну или путь какая-то стажировка как многие жалуются что им наставляют бумажки подписывать скрепляйте еще что-то как раз здесь должен быть поворот а все ли так няшно и успешно как мы рассказываем или все-таки нет алика расскажи по-честному какие вот прям прям проблема проблемы вот с этими стартапами я прямо давай сейчас когда ты будешь отвечать примем с тобой одно правило все нецензурные слова заменяем словом ромашка хорошо спасибо что сказать вот самые ромашковые проблемы самые ромашковые давай расскажи я вас хотела сказать что я сейчас буду материться и плакать наверное рассказывая о тех сложностях которые были на самом деле первая эта команда как мы искали разработчиков мы очень много разработчиков поменяли на своем пути от неопытных студентов до уже там дяди нек 30-летних которые у нас работают и это вообще другой опыт они уже после шести не отвечают они уже ложатся спать то есть если сервер там упадет или что-нибудь мы такие ну ладно подождем они уже здесь уже все конечно не как студенты работают ночами понятное дело это различается естественно есть здесь страхи и сомнения нам повезло что у нас было двое то есть я и сооснователь алиса и мы как-то друг друга поддерживали когда один говорит все плохо это наверное как маятник работает как весы когда одна чаша опускается другая другой нужно действовать и приподнимать вот мы наверное также работали долгое время когда кто-то уже устает у кого-то уже нет мотивации нет сил вообще ничего делать хочется просто прийти кирилл и еще на плечо поплакать вот другой другая в нашем случае уже берет свою свои руки маленькие тоненькие хрупкие вот и начинает действовать чуть-чуть плачет на тему плачу нас насчет того что сложно сложно жить словно штука ну у нас тут учеба идет которую никто не отменял у нас тут стартап идет стартап на финансирование первое во первых это тоже не так легко там заявка большая которая нам надо было заполнить который вы первый раз сталкивались там было вообще ничего непонятно ну да мы сидели день просто эту финмодель составляли она легче вот не становится ни разу вот мы с вами недавно сидели эту финмодель тоже составляли она немножко другая конечно но легче вообще не становится может быть не знаю у меня с этим только сложности но как будто бы она всегда требует очень много энергии каких-то затрат вот затем сложно психологически в плане что план чего ну в плане того что а вдруг не получится а вдруг мы не реализуем проект ну и ромашка с ней ну и ромашка с ней а так даже это так не кажется это как ну и не знаю как ребенок вот наш проект мы его взращивали просто за ручку начали водить а потом ромашка случается и все вот у нас появлялись конкуренты на пути естественно с чем изначально мы реагировали на этом нет все беда беда конкуренты они сейчас нас и вытеснят уже все естественно это хорошо это понимаешь моменте что если есть конкуренты есть соответственно у кого перенимать опыт кто у тебя может принимать опыт вы можете двигаться как в одном направлении так в разных направлениях тестировать там разные гипотезы и это наоборот просто мы как карабкаемся есть у нас конкурент в казани даже в россии появился present simple simple и мы вот на них смотрим и думаем блин они вот уже сделали и мы такие так но нам надо тоже делать потом они еще что-то крутое сделали какие-то какую-то классную фичу мы такие да блин да что же они опережают нас сначала конечно грустим называемых ромашками а потом понимаем что круто и делаем дальше вот для меня в принципе нормальным являются три результата моей деятельности как типа руководителя проектного офиса первый это условная ты который нам чет вот происходит ромашка тут ромашка слева справа да ну вроде вроде немножко похоже на успешный успех если в целом так на ромашки глаза закрыть да это раз история вторая история которая у нас у ребят в нескольких проектах была когда они что-то делают 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 исследует рынок потом приходит нет кирилл андреич полная ромашка это короче не покупается это никому на ромашку не нужно ну да вот и год мы так делать не будем ягу 1 это на языке стартаповском называется пивот то есть это резкий разворот проектов в другую сторону которая кажется ну какой-то лучший актуальный коммерчески привлекательный так далее у нас была парочка проектов которые очень серьезно поменяли свой вектор и делают что-то совсем другое второй результат и третий результат это когда как эта команда сейчас нужно этот ромашку подобрать перри ромашкилась между собой и развалилась да почему я говорю что это тоже результат что для меня когда руководителя проектного офиса то есть первая цель это образовательная в первую очередь да то есть то что ребята попробовали сделать и у них не получилось это результат есть один очень важный критически важный нюанс это становится результатом тогда когда это прорефлексирован то есть когда мы это обсудили когда когда мы обсудили а почему вы развалились почему вы разругались почему у вас не получилось почему вы все перессорились разошлись то есть как это человек не учится на опыте да да он учится когда он разбирает этот опыт да и дальше потом понимает чего как бы в жизни ему пригодится чем нет Вот, поэтому здесь для меня это тоже результат. И у нас тоже такие команды есть, которые, да, там, развалились, переругались, да. Естественно, что мы с участниками этих команд иногда даже по отдельности, потому что вместе их уже как бы сложно в одной комнате собрать, садились, обсуждали, что произошло, почему, какие выводы они для себя как бы для этого извлекли. Кто-то после этой рефлексии начинал опять как бы общаться, но уже не за рамками проекта, но в целом кто-то не начинал общаться. Но для меня точная уверенность есть, что для них это большая польза. То есть у них есть классный опыт неуспешной организации проекта, в которой, например, у них не сработали, не знаю, какие-то навыки, вовремя не договорились. У них не сработало распределение ответственности, да, мы не смогли понять, что ты делаешь, что я делаю, и в какой-то момент вот у нас всё развалилось. Мы не смогли выдержать как раз ту самую мотивацию, да. То есть я, там, один человек пришёл, потому что потусоваться и чай попить, а второй хотел бизнес построить. И в какой-то момент это неожиданно выяснилось, да. Ну, как бы это означает, что партнёрам по бизнесу важно понимать, да, что он хочет, что ты хочешь, потому что ты... Вы по-разному, скорее всего, видите вот этот проект. Мне кажется, это очень классный опыт. Мне кажется, это даже важнее иногда провалиться, нежели чтобы всё было идеально и дойти до, там, миллиарда. Но зато там можно всё сразу и потерять. Ну, как быстро полетел, быстро упал. Это, наверное, сильно больнее будет, если ты, там, на ранней стадии какой-то раздругался. И здесь ты уже вынес урок, и в следующий раз ты уже можешь пройти уже со спокойствием, с той рефлексией, с тем опытом, который был, и уже, естественно, будет лучше. Если говорить о наших пивотах, разворотах нашей деятельности, то тоже их было немало. Любая история является амбивалентной. У меня есть такое умное слово для тебя сегодня, да? То есть с двух сторон. То есть с одной стороны, это, ну, всегда классный опыт, особенно когда у тебя есть с кем посоветоваться. С другой стороны, это реальная история. То есть вот наш проектный офис, он не завязан ни на оценки, ни на экзамены, ни на зачёты, ни на зарплату, которую, там, мне платят здесь, да? Это полностью, как бы, добровольная волонтёрская история. То, что, ну, можно назвать, там, кружком, либо, там, сообществом, либо ещё чем-то, да? Поэтому у нас нет здесь мотивации для ребят, кроме их самомотивации. То есть человеку должно быть самому интересно, а как ты сама по себе чувствуешь, в долгое время, в течение года сохранять интерес, особенно если ты, там, один, это очень тяжёлая ситуация, да? Если бы люди это умели, все были бы профессиональными спортсменами, суперпрофессионалами в своей сфере и так далее. К сожалению, мозг человеческий устроен так, что ему тяжело сохранять концентрацию, мотивацию, да, на протяжении долгого промежутка времени. То есть вот другая сторона, это сложности с самомотивацией, сложности с уверенностью в себе, а то ли я делаю, а так ли я делаю, и сложности, там, чисто психологические. Есть ребята, которым мы говорим, что всё, иди, разговаривай с людьми. Не с нами, вот кто здесь сидит, вот в аудитории, да, а с потенциальными клиентами. Вот в эту организацию, вот в эту, сходи, договорись. Вот. И у обычного человека, ну, там, средней статистички, куда я пойду, я же там никого не знаю, как я буду разговаривать, о чём я буду разговаривать, так я ещё вообще студент, кто со мной разговаривать будет? На самом деле, все люди адекватны. К любому можно подойти, с любым можно договориться. И ребята, когда и если переступают через это, они учатся налаживать вот эти коммуникации. И там вот таких вот барьерчиков, через которые надо реально приступить, их достаточно много. И вот это вторая сторона медали, когда ты регулярно расширяешь зону своего комфорта, так сформулирую, да. Мне не нравится, выходишь за пределы комфорта, а вот расширяешь зону комфорта, вот как-то вот это вот. То есть это реальная история, когда ты, да, работаешь с своей мотивацией, с своей дисциплиной и с расширением зоны своего комфорта. И это задача самого человека. То есть это не, ну, как бы, ну, нельзя сказать, что это не задача вуза, да. То есть как бы это задача вот этой вот структуры проектного офиса, но определяющая роль здесь у самого человека. Именно поэтому, несмотря на то, что у нас сейчас на третьем-четвёртом курсе к кафедру инноваций, инвестиций, порядка 150 студентов, из них, ну, наверное, человек 20 участвуют в проектном офисе, хотя все остальные, они выбирали нашу кафедру во многом, потому что вот здесь такой вайб. Да. И более того, сейчас тех проектов, в которых участвуют эти ребята, еще какое-то количество студентов из других институтов, из ЭВМИТа, из ЭТИСа, из педагогического. Более того, некоторые наши ребята зовут своих там друзей из КХТИ, ветеринарного и КАИ, да. То есть, к сожалению, штука такая, что даже если у тебя успешный успех и проблемные проблемы, и ты понимаешь, что у этой истории есть, 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 черт побери потенциал, сложно себя реально заставить. Вот. Как бы, второе тебе закидываю слово, ты же знаешь мой любимый глоссарь, пассионарность, да? То есть, если люди пассионарные, ну, назовем это инициативные, да, которые вот они прям их драйверят, вот они готовы, типа понеслась, да, вот. И вот даже вот по этой нашей статистике, 150 студентов, там, 20 из них участвуют, мы видим, что таких людей не очень много, вот. Вот. Наверное, их и не должно быть много, вот, как мне кажется, да, вот, но это объективная ситуация. То есть, мне кажется даже, что это не проблема самой вот этой отрасли или области высокорисковых проектов, стартапов, сколько во многом это связано с тем, что человек сам должен принять, что ему это зачем-то нужно. Вот мы с тобой начинали, как бы, этот разговор с мотивацией, да, в чем мотивация твоя, в чем может быть мотивация студента, в чем мотивация моя, да, вот. Ну, вот это вот как раз про эту историю. Поэтому. Хорошо, как вы зафиналили, просто все резюмируя то, что мы рассказали. Упаковали, бантик завязали. Да. В итоге сначала накидали, что все хорошо, а под конец все плохо. Все плохо, нет, и под самый конец, что как это-то, помнишь, эта сцена из Нео, Матрица, выбираешь ты, а что ты выберешь? Да, да, да. Вот этот вот вечный сон в Матрице или про вот, или про что-то другое, да? Тут мне надо дорисовать красные-синие таблеточки, и это будет, наверное, таким хорошим резюме нашего подкаста. Спасибо тебе, Алика, за вопрос. А что вы выберете? Какую таблетку вы выберете? Спасибо за то, что сегодня смотрели и слушали нас. Спасибо Кириллу Андреевичу. С вами был подкаст «Алма-Аматор». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok